Ты налево посмотри и направо посмотри, санкрикетом укрупни, а пера тут укрупни, даже сам Нотр-Дам вот там виден он и мне и вам. Здесь в самом центре Парижа, в хорошей гостинице, стандартный номер, ну такой пенальчик, в который только вкатываешь чемодан, разбираешь вещи, принимаешь душ, убегаешь по городу, возвращаешься поздно, принимаешь душ, ложишься спать, с утра опять побежал и ни минуты лишней в номере не проводишь, так вот пенальчик может стоить 500 евро за ночь. Но если есть хотя бы три дня, непременно нужно снимать квартиру, и тогда за половину этой цены, можно и дешевле, варианты будут поскромнее, но за половину этой цены получаешь с иголочки обставленную и оборудованную 75-метровую квартиру в мансарде, да еще с вот таким здоровенным балконом-террасой, а главное, ты чувствуешь себя не гостем, не туристом, ты пусть и на три дня парижанин, хозяин своих апартаментов на Пласс Мадлен, один адрес чего стоит. Привет, я Леонид Парфенов, это тринадцатый выпуск Парфенона, но к черту суеверия, понимая Лондона Филов, Нью-Йорка Любов, Берлина Поклонников, Рима Обожателей, считаю все-таки Париж вершиной мировой городской цивилизации, и потому даже на три-четыре дня его хочется почувствовать как образ жизни, и потому произнес этот спич про съемную мансарду. Вино этого выпуска Парижу очень подходящее, мы договаривались о Бордо, моя бутылка Шаток Адебон, 2004 год, это Санта Миллион Гранд Крю, под первое в Парфеноне Бордо, да еще такое, и первый в Парфеноне Декантер, да еще такой. Чудо техники марки Борг, у него одна минута, как у обычного Декантера час, вот он сейчас шумит, вот дошумел, он электрический, умное слово аэрация, Декантер насыщает вино кислородом, и оно раскрывается, вот оно раздышалось, оно как будто плечи расправило после бутылки, вот это у Бордовской бутылки плечи, действительно, и тогда слышнее вкусы и ароматы. Вот как сейчас, когда ягоды и немножко кожа, и будто дымок, такая богатая, сложная, полнотелая гармония, ну как Париж, и то не всякий, и заслуживает отдельного разговора чуть позже, к темам выпуска. Это не самый ближний Парижский край, и всякий раз, когда сюда выбираюсь, по дороге думаю про книги «Любимые с юности». Сейчас вот вспоминал жизнь Арсеньева про то, как совсем молодой начинающий писатель, явно сам автор, учится сравнивать, наблюдать и замечает в Воронежском вроде трактире, что у селедки перламутровые щеки. Маленькая улочка Рюжака Фенбах в доме один с 1920 года от начала эмиграции по 1953 была квартира Ивана Бунина, в ней он и умер, и знал все эти годы, что русская литература живет здесь. И когда в 1933 ему давали первую в нашей словесности Нобелевскую премию, тоже это имели в виду. Русская литература – это эмигрант Бунин. И были правы, давали премию в 1933, а в 1932 в Москве объявили единственно верным методом социалистический реализм. В ту литература-центричную эпоху книги должны были в СССР создавать нового советского человека. Было такое ленинское определение – партийное руководство литературы. Мол, вождь ЦК, они дают задания, определяют, как должно быть, и писатели выполняют. В том же 1932 году, когда провозгласили социалистический реализм, Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. Вот они по велению партии и инженерили. Романами про пятилетку, про ударников, передовиков, про то, как девушка выбирает из парней победителя социалистического соревнования. И эти книги до заграницы доходили. Бунин, конечно, их не в состоянии был читать, но его младший современник по эмиграции Владимир Набоков тот прямо классифицировал эти стандартные халтурные типы советской официальной литературы, где матрос обязательно говорит «амба», а мужик, крестьянин, не готовый к колхозной жизни, непременно ухмыляется в бороду. И вообще надо было развиваться и развиваться в русской литературе для того, чтобы прийти к образу секретаря порткома, строгого, но справедливого мастера литейного цеха, которого зовут или Михеевич, либо Алексеевич. И Набоков еще потешался в обзоре советских журналов за 40-й год, как вдруг из них напрочь исчез образ фашистского диверсанта. А раньше он действовал в каждом номере вместо-таки с внутренними врагами народа. Это в конце 1939 года СССР стал сотрудничать с гитлеровской Германией, а писатели обслуживают курс партии и правительства. Конечно, не только сама эта, с позволения сказать, литература была Бунина чужда. Он, в принципе, был лютым ненавистником советского строя. И даже в СССР было известно, что он в Париже опубликовал свои дневниковые записи о жизни при большевиках до эмиграции. И что дневник этот, окаянные дни, он злобный. Злобно-белогвардейский, вот типа того. И когда в угар перестройки уже эти тексты у нас напечатали, думалось, ну что там может быть, мы уже все видели, уже ничем не удивить. А открываешь запись за какой-нибудь день, опять в газетах речь Ленина. О, какое это животное! И думаешь, да, Иван Алексеевич, конечно, как никто. Так что он в этой уверенности в своей правоте, в том, что он Россия, где бы он ни находился, прожил дольше всех наших главных классиков, 83 года, даже чуть больше, чем Толстой. Вот там, Париж, Грю, Жак, Офин, Бах, Один. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной Срок настанет, Господь сына блудного спросит, Был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. В Париже хотелось особо заступиться за Рен Сапьяно, выдающегося современного архитектора. Я несколько выпусков назад рассказывал, как по его проекту превращается в новую городскую среду Москвы здание бывшей ГЭС-2. И там тогда среди прочих предыдущих творений мастера назвал центр Помпиду в Париже. И на меня накинулись в комментариях, да он же ужасный. Ну, по крайней мере, впечатляющий. Вообще, знаете, в Париже создать новую достопримечательность 1970-х годов постройки, вот такую уникальную для всего мира громаду, у которой кишки наружу, которая как жираф один раз увидел, другой не спутаешь, это уже немало. Сейчас главная выставка в центре Помпиду, Витебск, где Марк Шагау, Эль Лисицкий, Казимир Балевич, они главные герои выставки, сразу после революции создавали новое искусство. Вот откуда возникают центры силы. В самом начале 20-го века Юдель Пен устроил в Витебске художественную школу. Там начинали Шагал и Лисицкий, но школа не была еврейская, она была такой открытой, всемирной, и Шагал после нее поехал учиться в Петербург, потом в Париж, а Эль Лисицкий в Германию, в Дармштадт, потом они вернулись в Витебск, школу преобразовали в художественное училище, позвали туда преподавать Малевича, и вот к ним потянулась совсем юная художественная молодежь. Так Витебск 1919-21-22 годов оказался источником новой живописи. И с такой этой силой прозвучало, что вот сто лет прошло, а публика толпится у Шагала с его летящей Беллой из Третьяковской галереи, или Шагала с Беллой с бокалами вина из собрания самого центра Помпиду, и девятся, вот откуда там что взялось, а? Только что вернулся домой, а надо слетать в Вену, представить на фестивале один из наших фильмов. Поездка только на сутки, поэтому тщательно выбрал отель на сервисе островок.ру. Последним укладываю главное. Валик, на нем делаю зарядку по утрам для спины. Заказал номер попросторнее, чтобы раскатываться на полу, и жесткий матрас. Есть у островка и такая опция. Теперь рубашки. Отель в самом центре, днем в городе погулять, в цветочек. Потом зал, где показ в шаговой доступности от отеля, белое под галстук. И там еще квартал винных пабов. Надо их проинспектировать поздно вечером. Грибочки, ну как без грибочков? Грибочки, грибочки. Столько условий разом выполнено при бронировании через сервис островок.ру. Счастливо оставаться. После выставки русского авангарда из Витебска в центре Помпиду поговорил с Борисом Акуниным. Акунин – мировой автор детективов и не только. В просторечии Григорий Шалович Чехартишвили последние четыре года живет в Европе, не приезжая в Россию. Мне Россия представляется в виде двух каких-то таких шаров. Большого шара белого и небольшого шара черного. Вот шар небольшой, черный, который сейчас застит всем свет, это какой-то вот сгусток вчерашнего дня, там, я не знаю, какой-то агрессии, ксенофобии. Вот то, что сейчас, про то, что сейчас пишут и говорят в новостях. И есть какая-то другая большая Россия белого цвета, представленная, например, на этой замечательной выставке в центре Помпиду. И каждый, в общем, из нас сегодня концентрируется на той России, которая, ну, и для него важнее и интереснее. Я стараюсь концентрироваться вот на этой большой России. Вот. Как-то очень хорошо понимаю, что вот эта вот маленькая, которая мне не нравится, но она, я надеюсь, ненадолго она разлетится какими-то черныйными брызгами. Мне очень хорошо понятно, почему я не в России. Во-первых, я категорически не принимаю вот тот политический режим и ту атмосферу, которая там сложилась. А во-вторых, я не вижу у людей, у народа готовности и желания каким-то образом противодействовать этому режиму. Вот. Поэтому в этой ситуации, благодаря, в общем, своей профессии, которой можно заниматься где угодно и для которой, в общем, кроме тебя самого никто не требуется, а изолированность, она даже полезна, я могу жить в отдалении от России. Я надеюсь, что я вернусь домой, когда там начнёт что-то меняться, когда или изменится режим, или изменится народное настроение, которое, так сказать, не захочет больше этот режим терпеть. Про Россию сейчас, конечно же, много пишут. В связи с, я не знаю, там, с Украиной, в связи с Донбассом, в связи с Сирией, в связи с «Газом новичок». Вот это вот всё, что лезет в глаза, потому что Россия, как сейчас ведёт себя, в общем, очень как-то, ну, агрессивно, да, настраивает против себя весь мир. Мне это, разумеется, не нравится, и я очень не хотел бы, чтобы Россию вообще, вот как некое, так сказать, культурное пространство, сводили к какой-то сегодняшней политической сиюмоментности, да. То есть, вот, я хочу, чтобы в мире всё время помнили, что Россия — это не только Путин, и даже совсем не Путин, что это страна, там, интересная, это страна культурно важная, вот, и что, ну, она продолжает жить, она продолжает генерировать что-то интересное. Вот, поэтому, когда, ну, надо сказать, что на самом деле в Европе про это помнят, и сейчас много всяких выставок, гастролей, интересных мероприятий, слава тебе Господи. Вино выпуска, напоминаю, у нас Бордо, в моём случае это Шаток Адебон 2004 года, Сентамильон, Гранд Крюн, да ещё раз дышавшаяся в чудо декантере фирмы Борг, когда уже не только красные ягоды и кожа, и дымок, а ещё и специи слышны. Такое богатое, полнотелое, серьёзное, и мне вот как будто на вырост. Это вот как после рубашонки, там, двубортный костюм, туфли, галстук, часы на руке, или там чему ещё уподобить. Вот как после Центра Помпиду старые мастера в Лувре. Очень-очень не на каждый день, и, по-моему, совсем не под еду, во всяком случае точно не под горячее мясо, если уж только сыры, там, с фруктами. богатая, серьёзная, пышная гармония и такое внутреннее спокойствие. Это даже не буржуазно, это даже аристократично. Ваше здоровье. Маяковский по всяким поводам в последних выпусках возникал у нас несколько раз. Никогда его не понимали? Не знаете, как читать? Лесенка мешает. А вы слушайте. Патефон. Крупнейшая в России библиотека Аудиокниг. Вот приехали вы в Париж. Едете на такси. Или рентакар у вас, или в метро, или идёте просто по бульварам. Наберите в патефоне Владимир Маяковский. Прощание. И голос Вениамина Смехова до вас донесёт. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Авто – это такси. Последний франк – это потому, что 1920-е годы. А наличные евро введут в 2002-м. На Марсель – это потому, что в Царской России, в довоенном СССР, кроме того, что в Париж ездили поездами, существовал пароходный маршрут. Одесса – Марсель, соответственно, обратно в Марсель – Одесса. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступай к глазам разлуки, жижа. Сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли. Москва. Проходите по ссылке в описании. Первая неделя бесплатно. Патефон. И слушайте, слушайте, слушайте. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Про свой опыт. Париж как образ жизни хотя бы на 3-4 дня. Моя идеальная программа одного дня – это два зрелища, два ресторана и все между ними пешком. Получается километров 12, иногда доходит даже до 22. В этой поездке неожиданное зрелище, выставка Франтишека Кубки в Гран-Поле. Кубка Чех по происхождению, он из поколения авангарда тогдашней Австро-Венгерской империи, следующего после Климта и Мухи. Но жил Кубка большую часть жизни во Франции, очень много работал для журналов, для книгоизданий, вообще был страшно плодовит, менял стиль и под конец жизни получил признание в Соединенных Штатах как авангардист. Но вот этот Кубка мне не так интересен, а захватывающий сюжет это развитие художника через бурный 20 век. Там так много актуального и сегодняшне звучащего. Еще неожиданно выставка стиль Эрме через Мартина Марджелло, одного из дизайнеров этой старой марки. И мир мне не близкий, но так с парижским шиком показано, так убедительно, вот смотришь и видишь, что это не пустой там глянец гламура, это действительно свой стиль. И в том же музее декоративно-прикладного искусства, это револи 107, один дворец с Лувром, выставка Романа Цеслевича по-польски, надо Роман ударять, меня по поводу всех языков поправляют, я на всякий случай теперь страхуюсь. Это польский плакат, удивительное явление в тогдашнем соцлагере 60-70-х годов. Вот как поляки при, мало там, идеологическом прессе, но даже при вот этой убогой полиграфической базе, которая при социализме была у всех, ну может в ГДР чуть получше, умудрялись делать непровинциальное современное искусство, почти единственное, которое мы хоть из первоисточника получали. Что-то там вырезали, какие-то аппликации, но выглядело это ошеломительно, очень романтично, очень по-национальному, ни на что не похоже. И сейчас, спустя годы, доносит как голос этого времени и голос этого поколения. Еще из зрелищ бесподобный вечер одноактных балетов Гранд Опера, или теперь Опера Национали, или Дворец Горнье, как ни назови, в общем Гранд Опера, то, что вот большой-большой. Вот, четыре этих одноактных балета, последний из них явил ну просто немыслимую выразительность пластики танца. Ну ладно, я мало чего видел тут, но там публика поднаторевшая явно переполнила зал и чувствуется по настроению, что пришла прежде всего на вот этот вот четвертый балет. Он 35 минут длится, а потом еще 35 минут длилась, наверное, овация, свист, крики, топот, ничего подобного. Ни в смысле зрелища, ни в смысле приема зрелища, ни единения артистов и зала я не заставал никогда. Из ресторанов, то есть это не рестораны, это ресторанчики, все, гастропабы, отмечу, Септим, это такой дальний район, я это называю Забастилье, туда съезжают все эти гастропабы, потому что к ним все равно прибегут люди, а аренда гораздо дешевле. Септим там очень авторский, шефский сет, никакого ала-карт нет, раз пришел, то получи наш сеанс блюд. И, как всегда в этих гастропабах, очень хорошая винная карта натуральных вин, в том числе отдельный раздел оранжевых, про которые в последних выпусках было много. И там понятно, что больше всего Франция, потом Италия, ну и Грузия, Кахетия представлены двумя позициями, а Австрия и Австралия, например, по одной. Септим редкий случай названия парижского ресторана с иронией. Обычно они такие нейтральные названия. Была такая кинокомедия старой 60-х годов, называлась Гран-ресторан, по-русски название было переведено как Ресторан господина Септима, и вот этого господина Септима играл знаменитый комик Луид Дуфюнес, тот, который комиссар Жуф в Фантомасе. И, как всегда, у него герой совершенно ку-ку. И среди всяких прочих фокусов, которые он там откалывает, господин Септим с бригадой официантов исполняет пляски казаков. Ну, как они себе это в Париже представляли. Септим с бригадой официантов Еще одна ресторанная тема, еще одна выставочная отдельно. Сен-Жермен – старый исторически обжитой район Парижа, к тому же традиционно район обжорный. Там, где над входом виднеется надпись «Деламер» – это бестро выдающегося шефа Ива Камдеборда, где у него рыбное меню. Следующая дверь – это его бестро с мясным меню. Далее основной ресторан Маэстро Камдеборда по российским меркам может выглядеть скромновато. На самом деле это прекрасное заведение в формате, скажем так, высокой харчевни. Далее справа и наверху вот эти окна с цветочками – это номера гостиницы при ресторане Ива Камдеборда. Столько у него поклонников во Франции и по всему миру. Там далее виднеются красные двери – это магазин при ресторане Ива Камдеборда. И еще тут в переулке рынок Сен-Жермен. И там еще одно бестро того же хозяина с мясным меню. В общем, ежели кто кого здесь спросит, мол, чье это все, ответом может быть только маркиза, маркиза, маркиза Камдеборда. Формат гастропаба от Ива Камдеборда и пошел. Он работал в ресторане роскошнейшего отеля Крион и оставался бы рыцарем трех звезд кухни и пяти звезд дома до конца своих дней, но взбунтовался и поставил задачу еще амбициознее. Не будет больше дворца, колонн, хрустальных люстр, накрахмаленных скатертей, фарфора, столового серебра, персонал в смокингах. А будут залы без всякого интерьера, тесненькие, маленькие столики или даже просто стойка, с которой подают с кухни, какие-то там плоские миски и в них авторские блюда небольшие, чтоб все все попробовали. И Камдеборд сумел взять одной кухни. Меня в плен во всяком случае точно. Вот из меню его рыбно-сифудного бестро. Как сказать по-русски сифуды? Морские гады? Ну уж лучше рыбно-сифудное меню. Итак, устрицы под Блади Мэри, под Кровавой Мэри. Тунец с сушеной малиной и петрушкой. Севичи из Дорадо с сельдереем и зеленым яблоком. Карпаччо из креветок с черным кино. Это все там на 3-4 укуса и стоит 4-5, максимум 7 евро парцайка. Народу не протолкнуться. Еще разумеется культ натурального вина. Вот пожалуйста этикетка французского счастья. От вина настойного на кожице. Свежайшие фермерские поставки. Вот мол пожалуйста фото человека, который нам привозит редиску. Допустим. А так выглядит мясное бестро Ива Камдеборда на рынке Сен-Жермен. Хрюшка в виде русалки. Это эмблема шефа и его идеал. Про то откуда берется человек оркестр Ив Камдеборд. На каких плечах он стоит. Понимаешь на гастрономическом фестивале в Гран-Пале. Когда и сыры, и вино, и лучший картофель, и лучшее оливковое масло, лучшая ветчина, лучший сидр. И знаменитые рестораны, даже риц или там живые классики Ален Дюкаса на Софи Пик. Такой вот пир плоти. Вот апофеоз, торжество, агрокультура. А в это время министром сельского хозяйства России назначили Дмитрия Патрушева. Дожили мы до второго поколения. Нынешний властный клан пришел 19 лет назад. Значит, Дима тогда был старшекурсником, теперь ему 40. В министры пора. Он везде учился, и даже при отце директории ФСБ в Академии ФСБ. И две диссертации, и все время в госорганах и госкорпорациях. Минтранс, Газпром, ВТБ. При нем Россельхозбанк так и остался планово убыточным. И в общем, самая яркая строчка в резюме назначенца. Он сын Николая Патрушева. Генерала армии, героя, который сменил Путина на посту главного чекиста. А сейчас папа Патрушев секретарь Совета Безопасности. Но справедливое замечание Олега Кашина. И младшие Фродковы, и младшие Ивановы, и младший Рогозин, и младший Патрушев. И все-все-все-все они, они дети Путина. Это он их назначает на посты. Это он так оценивает управленческие способности второго поколения своего несменяемого клана. И это ведь политический жест, публичный. Тут надо на репутационные риски идти. При Брежневе уж на что кумовство и блат были бесстыжны. Но и то Леонид Ильич своего сына Юрия Брежнева поднимал, 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 поднимал. Но до первого заместителя министра внешней торговли СССР. И своего зятя Чурбанова поднимал, 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 поднимал. Но до первого заместителя министра внутренних дел СССР. Дальше стоп. В министры не гоже. Вот какие времена были. Приличие люди соблюдали. Как всегда в конце выпуска, комментарии на ваши комментарии. Почему казаки архайка, а Вологодский говор на ютюбе не архайка что ли? Это мой камушек. Я же про архайку общественных отношений. Вологодское оконье никого на гайкой не стягает. Я про то, что вот одна часть общества считает себя в праве говорить, мол, мы патриоты, а вот там другая часть общества, вы не патриоты, поэтому я тебя сейчас научу родину любить. И пускают в ход кулаки и нагайки. Вот это архайка, архайка общественных отношений. Пивохлебы обиделись, но это не мое слово. Я цитировал Винников, так они себя называют. Придумайте им какое-то определение. Я слово пивохлеб не знал, хотя это не мой напиток. Я знал только водохлеб. У меня бабушка говорила водохлеб, чайпитьевич. Почему вожди не чистили свои архивы? Почему осталось так много свидетельств о их неблаговидной деятельности? Ну, во-первых, чистили и прятали. И что чистили, того мы просто не знаем, поскольку уничтожены. Или там вот немецкий экземпляр секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа вывезли в Москву, но не знали, что в германском МИДе есть фотокопии. И фотокопия досталась американцам. Поднялся, когда шум, стали говорить, а предъявите подлинники, зная, что оба подлинника у нас. Но и все равно не уничтожали, потому что наша власть вечна, и никто эти спецпапки в спецсейфах не откроет. Шелепин, например, предлагал, когда был председателем КГБ, уничтожить документы, касающиеся расстрела польских военнопленных в Катейне и в других местах. И явно что-то уничтожили. Но и это письмо Шелепина осталось. И самое главное, то письмо Берии, на основании которого Политбюро принимало решение о расстрелах. Тут вот еще какое обстоятельство. В плановой экономике всего не хватает. И на любое непредвиденное действие требуется выделение лимитов. Вот несчастных польских военнопленных надо перевезти. Значит, нужны вагоны, нужны локомотивы. Их же нет ни на каком свободном рынке. Нужны грузовики, нужно выделить бензин, какие-то команды, лопаты, копать траншеи. И все эти ведомства ведут переписку, и эти документы тоже остаются. По поводу сменяемости власти. Очень удивил меня вопрос. Хотели бы вы, чтобы папа и мама менялись раз в 4 года? Ну, в смысле, что нечего власть менять. Ну, во-первых, у нас президентский мандарт теперь 6 лет. Во-вторых, я, честно говоря, думал, что только в книжках, в газетах. Попадаются такие представления о власти, как о родителях. Меня мои родители родили, мне власть в качестве родителя не требуется. Это, знаете, песни эти сладкие сталинские тенора пели. Наши силы молодецкой, нету края и конца. Богатырь, герой, народ советский славит Сталина отца. Светит солнышко. Ну и далее там. На небе ясные цветут сады, шумят поля. Россия вольная, строя прекрасная. Советский край, моя земля. Ой, да. Думы окаянные, кстати, про песни. Поправляют название. Думы окаянные. Да губы окаянные. А думы потаенные. Так в оригинале у Кима. Это какие-то стыдливые исполнители нынешние. Они еще и думы делают окаянные. Какие такие хорошие рестораны в Днепре, в бывшем Днепропетровске? Удивленно спрашивают. Я был в двух. Оба замечательные. Бон Фрателли, я знаю владельца, Валерий Зайцев. У него еще магазин деликатесов. И он страстный поклонник оранжевого. У него там и лагвинарии, и гравнер. Рыбак рыбака видит издалека. И менее всего коллекция оранжевого я ожидал в Днепре встретить. А другой выдающийся Днепровский ресторан, внимание, название, вы не ослышитесь, мыши Бляхера. Бляхер, причем это с большой буквы, это фамилия. Вино этого выпуска у нас было Бордо. Вот замечательное мое Гран-Крю, да еще и декантированное. А на следующий выпуск предлагаю, о чем просили давно многие, возьмите российское, какое вам нравится. Я пока не знаю конкретно, какое будет у меня, потому что в четверг пойду на некий экспертный совет, пригласили. Постараюсь там себе выбрать. И лишний раз напоминаю, что только подписка на Парфенон гарантирует своевременное проставление нашему каналу лайков и дизлайков вами. Будьте здоровы, живите богато. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok